В этом году различными мерами занятости в Кустанайской области планировалось охватить почти 43 тысячи человек. Сейчас план исполнен на 82%. По данным Управления координации занятости и соцпрограмм в некоторых районах, в том числе в Алтенцаринском и Карабалыкском, а также в Кустанае, цифры трудоустройства одни из самых низких и здесь нужно усилить работу. Также специалисты ведомства просят акимов районов и городов обратить внимание на отсутствие обязательных пенсионных отчислений работающих людей. Подтверждением эффективности трудоустройства работников является наличие своевременных пенсионных отчислений. Так, с начала года оказано содействие в трудоустройстве порядка 22 тысячам человек. Из них имеют обязательные пенсионные отчисления 17 тысяч граждан или 79,5%. Необходимо усилить разъяснительную работу с работодателями по своевременному перечислению пенсионных взносов на Урзумском районе, Ауликольском, Биембета-Майлина, Мендыгоринском и Алтенцаринском районах. Еще одно важное, по мнению специалистов, направление – это гранты на реализацию новых бизнес-идей лицам и социально уязвимых категорий населения. В этом году их выдано уже 203. Люди приобрели инвентарь, оборудование, скот, птицу, саженцы. Кустанайская молодежь также по отдельному направлению смогла получить 180 льготных кредитов на 900 миллионов тенге. По мнению главы региона, положительные действия таких госпрограмм наглядно показывают цифры. Данные меры позволят снизить количество получателей адресной социальной помощи. Вот для этого специально эта программа была и направлена. Мы видим, что на 1 октября 2023 года количество получателей адресной социальной помощи по области составляет 3774 семьи, что на 547 семей меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. То есть программа работает, люди получают кредиты, снимаются с этой иглы АСП. Вот эта тенденция должна быть сохранена и на будущий год. Кумар Аксакалов считает, что таких бизнес-проектов должно быть как можно больше. В Управлении координации занятости отметили, что сейчас через аграрную кредитную корпорацию тоже идет серьезное финансирование. Здесь одобрили 177 заявок на 797 миллионов тенге. Новые бизнес-проекты появятся в сфере животноводства. Это разведение лошадей и крупнорогатого скота. Помимо этого кустанайцы займутся пассажирскими и грузоперевозками, откроют косметические салоны, СТО и кафе. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.